Каждый день как борьба за выживание Вот по них мы ходили и ездили Депо тогда представляло собой печальное зрелище, вспоминает женщина Вместо теплого помещения для работников трамвайного управления Старый вагон трамвая Вот тут он лежал на полу Без окон, без зверей Вот мы там сидели, ждали своего выхода трамвая А тут вот маленькая будочка была Здесь сидел диспетчер Микрофона не было, она выходит с карты, кричит Вагон такой, водитель такой, поехали Трамвай был в те годы очень популярен От пассажиров не было отбою Ездили буквально на крышах и подножках снаружи Кабина стояла, площадка голая, открытая Я стою, на тебя люди садятся, потому что некуда На тормоз садятся, гоняешь, гоняешь, людей не отгоняешь Двери никакие не закрывались Подножки были на улице В кабине водителя было только лобовое стекло По бокам она была полностью открытой В трескучий мороз, рассказывает Екатерина Александровна Одевалась как капуста На кофту полушубок, поверх шинель А завершала все шаль На ногах валенки, на руках самошитые меховые рукавицы Ну если там упадешь, конечно, то уже все, гибели Встать сразу не встанешь И бежать тоже не сможешь Но работать можно было Конечно, сейчас В такой одежде Сейчас уже не будешь работать А тогда можно было Кран машиниста, ручка была Кран контроллер, ручка была Взял за ручку любыми варежками Туды, сюды, туды, сюды, это, сюды, это, туды, сюды Вот так и сидишь целый день Отработав 7 лет водителем пассажирского трамвая, Екатерина Александровна перевелась в службу пути Которая занимается ремонтом и перекладкой рельсов Управляла служебным вагоном до самой пенсии Потому может с уверенностью сказать, что лично приложила руку к трамвайной сети города Для кого-то история, для нас жизнь, говорит женщина Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин